Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Поэма «Цыганка». Глава седьмая. Грустила брошенная Сара. Но в этот вечер было ей еще грустней, еще тошней. Почти болезненного жара была тоска ее полна. В своем волнении она платком в лицо себе махала, прохлады воздух не давал. Но кровь ей пущи волновал. Иглу к работе принуждала. Колола пальцы ей игла. Гадать цыганка начала. Еще тошнее. Карты врали, когда ей счастье предрекали. И наводили страх, когда в них выходила ей беда. Их со стола она столкнула, шитье отбросила, вздохнула. На стол локтями опершись, цыганка стиснула руками чело, и с мятыми кольцами вкруг пальца кудри обвелись. Закрыв глаза, она сидела. Вдруг шепчут. Сара, Сара! К ней в покой из боковых дверей цыганка старая глядела. Нинила, ты? Войди скорей. Я заждалась тебя, Нинила. Совсем я брошена, совсем. Не угожу ему ничем. Хотя бы ты мне услужила. Что, принесла ли? Принесла, да уж на силу добрела. Метель такая закрутила. Гляди-ка, вот твое вино. Уже дружит тебе оно. Спасибо скажешь. Ах, Нинила, верь, ты мне душу воротила. Я полюблюсь ему опять? Да полно, правда ли? Что мне лгать? Не ждаясь спить, сама увидишь. Он обвенчается с тобой, и заживешь ты госпожой. А там старухе не обидишь. Ты мне поверь, моя красотка, придут благие времена. Как я тобой одолжена? Но там идут. Него походка. Поставь подарок свой на стол. Дай прощай. Уйди, Ацель. Уйди скорее. В самом деле Елецкий в комнату вошел. В глазах его была суровость. Пред Сарой молча он ходил. Речь, наконец, к ней обратил. Тебе сказать я должен новость. С тобой я скоро расстаюсь. Послушай, Сара, я женюсь. Лицо у Сары побледнело и загорелось в тот же миг. Нож острый в сердце ей проник. Оно то стыло, то кипело. Хотела б смертная тоска и злиться воплем и слезами. Рвались бурными волнами у ней попреки с языка. Но эти первые движения она в себе перемогла. И голос мирный обрела, хотя дрожащие от волненья. Давно я этого ждала. Не удивишь меня разлукой, сказала Сара. Долгой мукой я приготовлена была. А скоро ли свадьба? В доме этом я не ночую. Не жалей о старине. В судьбе твоей я обязуюсь ответом. И уж подумал я о ней. Довольно будешь. Мне не нужно постылых милостень твоих. Не беспокойся, и без них с тобой расстанусь я дружно. Пенять не буду я тебя. Жила я весело, счастливо. Теперь не то, какое диво. Не все стоять одной судьбе. У нас верна одна могила. А кто на свете долгомил? Как ты сегодня разлюбил, так я бы завтра разлюбила. За что сердиться? Очень рад. Дай руку, Сара. Пред тобою я совершенно виноват. Я вижу, выше ты душою, чем полагал доселе я. Ты не притворщица пустая. Обыкновенье ваше зная, я ждал упреков, слез, вытья. Спасибо, нет их. Без сомнения, простимся дружно мы с тобой. Мила ты, Сара. Плачь его и в душе. Но что до сокрушения. В слезах и воплях толку нет. Мы расстаемся, власть господня. Простимся весело. Сегодня я именинница, мой свет. В последний раз мое здоровье ты должен выпить. Но до дна, как в старину. Смотришь, условия. Не то сейчас заплачу. На. Твое здоровье? Рад душою. И вот, ни капли нет на дне. Надеюсь, ты довольна мною. Спасибо. Сядь теперь ко мне. Поговорим по старине. И с равнодушным послушанием К ней на диван Елецкий сел. Но далеко уже мечтанием Он на часы свои глядел. Скажи мне, Сара продолжала, Судьбою новую своей доволен ты? А что? Ей-ей, я коротко о твой нрав узнала. Не переменишься ты в нем. Привык ты к беззаботной доле, Разгульной жизни, Вольной воле, Стошнейш порядочным житьем. Наскучит, твердо предрекаю, Тебе и милая твоя. Тебе наскучила же я. Жаль, бедный, по себе я знаю, И слишком знаю, каково. Как я бы вылода рыдала, Когда бы втайне не питала, Ищу у сердца моего одной надежды. — Полно! Что ты? Все были кончены расчеты. Что за надежда? — Брежу я. И как равняться я посмею С невестой счастливой твоею? О ней единая мысль твоя, Ты ею дышишь. Ах, царица, царица светлая она, Я перед нею пыль одна. Но вон придет же не былиться, Забудь любовь свою на час. Какая разница между нас, Что я цыганкой уродилась, Что нет за мной сел, хором, Что говорить не научилась Я иностранным языком. Вот все? Не шутка, очень знаю. Но сердцем я не уступаю Твоей невесте. Чем она любовь поныне доказала? Какие слезы проливала, Что перенесть была должна. А я? Что слез я источила, Каких обид не проглотила, Молчанье горькое храня. Ты разлюбил? Я все любила. Ты гнал безжалостно меня. К тебе я злобному ласкалась, Как собачонка. Рассмотри меня получше. Говори, Такая я ль тебе досталась? Глаза потухнули от слез, Лицо завяло, Грудь сохла. Я только-только что не сдохла. Ты все молчишь? Тебе нанес я много горя. Я не ведал, Когда другой мой жребий предал, Что ты... Но что со мною? Свет в глазах темнеет, Все кружится. Мне дурно, Сара, дурно! Нет, я знаю, что в тебе творится. В душе метущейся твоей Я чудным-чудом оживаю. Разлучницы проклятой в ней Безовский образ погашаю. Бледнеешь ты, Не мудрена измена мне, А ей страшна. Будей теперь моя судьбина, Томись она, крушись она, С тоски сохни, как лучина, У Марьяны. Ты мой, приди, Прижмись опять к моей груди, Очнись от лютого угара, Приди, и все забуду я. Узнай меня, узнай, Я Сара, я Сара прежняя твоя. Цыганка страстными руками Его, рыдая, обвела И жадно к сердцу повлекла. Глядел он мутными глазами, Но не противился. Главой он даже тихо преклонился К ее плечу. На нем немой, казалось, Томно позабылся. По грозной буре тишина Влилась отрадно в сердце Сары. Он мой? Подействовали, Чаре? С восторгом думала она. Но время долгое проходит, Он все лежит, Он все молчит, Едва дыханье переводит. Цыганка. Милый мой. Он спит. Проснись, красавец. Зов бесплодный, Миг страшной истины настал. Она вгляделась. Труп холодный В ее объятиях лежал. Глава восьмая Стояла ночь уже давно, Городские стогны опустили, В домах уснувших Ни одно не озарялось окно, Все одинаково чернели. Луна не светит, Все молчит, Лишь ветер воет и свистит, Метель да кровель воздымая. Обету своему верна, До самой улицы Одна доходит Вера молодая, Никем не встречена она, В лицо суровый и холодный, Ей дует ветер непогодный, И ночь ненастная черна. Она стоит. Она мгновенья считает Полное волненья. Бегут мгновенья. Вера ждет. Он не приходит. Не придет. В ней сердце замерло, Девицу приемлет снова Прежний кров. Уж ранний вой колоколов Порою той будил столицу, И в город сквозь ночную тень Уж голубея крался день. Холм, под которым спит Елецкий, Где он забыл любовь, вражду, Где равнодушен он к суду толпы И светской, и несветской, Уж не однажды порастал Весенней новую травою, И снег пушистой пеленою Его не раз уж покрывал. Но долго ль юноша несчастный Жил в сердце веры? Много ль слез Ее сердечных первых грез У ней исторг обман ужасный? В ту же зиму С дядей стариком Покинув город, возвратилась Она лишь года два потом. Лицом своим не изменилась, Блистает той уже красой, Но строже смотрит за собой, В знакомство тесное не входит, Она ни с кем, Всегда отводит чуть-чуть Короткий разговор, Подчинены ее движения Холодной мере, Верен взор, Не изменяя выражения, Не выражает ничего. Блестящий юноша его Не оживит, И нетерпенье в нем Не заметит старый шут. Ее смешливые подруги В нескромный смех Не вовлекут, Разделены ее досуги Между роялем и конвой, В раздумье праздном Не видали, И никогда не заставали С романом Верой Волховской. Девицей самой совершенной В устах у всех она слывет, Что ж эту скромность Ей дает. Увы, Тоскою потаенной, Еще ли душа ее полна, Еще ли носит в ней Она о прошлом Верное мечтанье И равнодушна ко всему, Что не относится к нему, Что не его воспоминания. Или, созрев умом своим, Уже теперь постигла им Она безумство увлечения, Уразумело, Как смешно И легкомысленно оно, Как правы Принятые мнения О романтических мечтах, Или теперь в ее глазах За общий очерк В миг забвенья Полусвершенный ею шаг Стал детской шалостью одною, И с утонченностью Такую осмотру Светскому верна Его Сама перед собою Желает искупить Она. Одно ль, Другое ль в ней, Виною страстей Безвременной тиши, Утрачен верой молодою Иль жизни цвет, Иль цвет души. Куда, заснувшую столицей, При ярком блеске Зимних звезд, В санях Несется вереницей Весельчаков Ее Поезд К цыганам. К цыганам. Пред знакомым домом Остановились, В двери с громом Стучат, Привычную рукой Им отворил цыган седой, В хоромах спящих Тьма густая, Но путь Будь знаком. Толпа лихая Спешит проникнуть В тот покой, Где ночи шумной Ожидая, Еще с вечерней Первой мглой, В свои постели Пуховые Легли Цыганки молодые. Уж гости ветреные там, Уж кличут дев По именам, Но все египетское племя Кругом приезжих В то же время С весельем шумным Собралось, И свеч сиянье Разлилось, Дремоту девы Покидают, Встают На общий Громкий зов, Платками плечи Прикрывают, Ногами ищут башмаков, И вот уж весело Болтают, И табор К пению готов. Одна цыганка На постели Сидит недвижно, На гостей Глядит сердито, Роем к ней Подруги Смуглые подсели, Свой дикий взгляд Она хранит, Устами молча шевелит, Или бессмысленно порою Вздохнув Качает головою, Но грянул Своенравный хор, Блеснул Ее туманный взор, Уста Улыбка озарила, Воскреснув В крике хоровом, Она веселое лицом С ним голос Яркий согласила, Умолкнул хор, И вновь Она сидит сурово И мрачна. Так воротилась В табор Сара Судьбы последнего Удара Цыганка Вынесть не могла И разум В горе погребла Вообще Родимые напевы Уносят душу Бедной девы В былые Лучшие года Так резвый ветер Иногда Листок упадший Подымает С ним вьется В светлых небесах Но вдруг Утихнув Опускает Его опять На дольный Прах Конец Восьмой главы И поэмы Цыганка Читали Ева Задорожная И Марк Чульский Продолжение следует...